Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quarise. Снова выхожу с роликом про ребят, которые выиграли грин-карту, которые приехали практически через сколько-то месяц, получается, да? Или чуть меньше? Чуть меньше. Чуть меньше месяца в Омаку. За это время успели адаптироваться, успели съездить к морю-океану, буквально вот в те выходные рванули, ударно они поехали вот во Флориду. Да, меня зазывали, но я вовремя положительной причине отказался, то было бы очень здорово, жена брожала в машине, меня на сковородке прибили 100%, ну как гадалки не ходить, вот. Как съездили в Флориду? Шикарно. Шикарно, да? Ну мало. Ну мало, да. Ну как там, что там жалко? Ой, там вообще казота, замечательно, замечательно. Мне лично понравилось, правда сгорели все, вообще это безобразие. Даже не загорали, просто покупали, сейчас сгорели все оплазними его. Ну так, то есть жарче, чем в Омаке получается. В Омаке, по сравнению с Омаке, жарче получается. Да, да. Народ сидит в номерах, небось, в квартирах, в воздух кондиционера, спасается от жары. В принципе, да, но получается так, что мы, наверное, не загорали, просто сейчас оплазними. Просто сгорели, просто вышли, пропадите и просто сгорели с вами. Просто вышли, пожарились лучше. Итак, вернемся к нашим баранам. Практически месяц вы живете в Омаке. Вот, и хотелось бы услышать ваше мнение о том, не жалеть ли вы, что вы именно этот город. Давай по другому поводу поговорим. В прямую. Много людей спрашивают, много людей интересуются, как, что, почему. Вот мы сами именно этот путь прошли, да, вместе с тобой. Давайте начнем вот свой рассказ за кадром. Свой рассказ того, что, как мы вообще нашли Макса, как мы вообще нашли. Это не реклама. Макс, попробуй вырежемые слова. Оставлю, конечно. Оставлю. Это не реклама. Давайте по-честному обсудим то, что, какие плюсы, какие минусы, какие плюсы с Максом, какие минусы с Максом и т.д. То есть, мы сидели еще в Питере, обсуждали, куда лучше, звонили, не буду делать рекламу каналу, звонили, звонили в Афлориду, звонили еще куда-то блогерам всяким. Кто-то не ответил, кто-то ответил, с кем-то говорили, с кем-то не говорили. В общем, в конце концов, выбрали Макса, отослали ему 500 долларов, как он попросил по поводу предоплаты. Ну да, предоплата, предоплата, показать себе намерение, что мы не просто воду скупьем, не просто поговорить, а то, что у нас есть намерение переехать. Вот, а то возглавили блогера такой, который, это уже Макс обсирает, что он там денег ему дал, Макс ничего не сделал. Сидели, репу чесали, гоняли, нервничали, не спали, думали, все, 500 баксов попали. Ну, на самом деле, ну да, разумно, что да, как есть, так есть, да. Да, я тебе в прямую говорю, обижайся, не обижайся. Думали, на 500 баксов попали. Приехали, как бы, все, чуть-чуть, ну давайте, это я немного вперед забегаю. Позвонил я, общался и в ВКонтакте, и по скайпу с другими людьми, которые предлагают плюс-минус такие же услуги. Мне говорили, что снять квартиру, не живя, не живя в Соединенных Штатах, нельзя. То есть надо было приезжать в Соединенные Штаты, заселяться в отель, потом они предоставляют машину, ты должен оплатить их машину 100 долларов, 50 долларов водителю и бензин. И они тебе ездят, показывают апартаменты в том плане, что какие апартаменты тебя устраивают, тебе и заселяешься и так далее и тому подобное. То есть все начинается, начинается с этого. И есть прайс такой у многих, что они сделают для этого. То есть нет такой фиксированной цены, нет фиксированной цены по поводу того, что сделают за эти деньги, что не сделают. Есть прайс, по которому, а там дальше уже, это лично мое мнение, мне насрать, дорогие читатели, что вы там будете писать абсолютно. Это я высказываю чисто свое мнение. И вот у них есть такой прайс, ты его пишешь, там тебе все разложено и уже потом на тебя смотрят. Если ты приехал с хорошими деньгами, то тебя возят две недели, если с плохими деньгами, то ты в неделю. А если совсем хорошо ты приехал и хорошо, у тебя денег много, тебя возят месяц, показывают шикарные апартаменты за 5 тысяч долларов в месяц, за полторы тысячи долларов, за две с половиной дома показывают. А потом, когда у тебя деньги качаются, они тебе уже показывают те апартаменты, в которые ты уже можешь заселиться. То есть это уже начинается, ты как олень с большими рогами и как дуйная коров в одном лице. Именно так получается. Почему? Потому что тебе надо открыть счет. Чтобы на этот счет заехать, тебе что надо? Опять им заплатить денежку, опять заплатить водителю, опять заправить бензин, они тебя свозят, ты откроешь счет. Замечательно. Пошли дальше. Чего мне там не понравилось, что меня будут, грубо говоря, использовать как дуйную корову. С другим блогером поговорил. Он говорит, там две, две пятьсот, три, это дорого, я тебе за пятьсот долларов найду квартиру, не вопрос, будет жить. Тоже хорошо, замечательно. Давайте рассмотрим этот вариант. Пятьсот долларов отдаешь ему, он тебе ищет квартиру и, грубо говоря, посылает тебя лесом. Тебе надо открывать счет сам, с удовольствием, пешочком. Тут расстояние небольшие, килограмм по 20, по 30, в принципе, нормально. Вот так, домой поправишь. Пошел сам, машину покупать сам, направо сдаешь сам. Какие-то вещи, которые тебе могут подсказать, ты должен найти сам. Это же Будвил. На первое время шмотки, на первое время еда где-то ведь должна, должен кто-то питаться. Ну да, да. То есть тебе, если тебе это никто не подсказывает, почему, Будвил, что ты ему заплатил пятьсот долларов, он ушел на работу, он доволен, ты вообще, ты тоже в шоколаде, только единственный пешком. Ну да. Вообще, шоколад замечательный. То есть, Макс же занимается таким делом, которое он, да, он работает, да, он иногда не может, да, иногда сложно совместить работу с тем, но плюс. Плюс в том, что, по крайней мере, у тебя есть переводчик, во-вторых, у тебя есть машина, не своя, конечно, его, причем с водителем, и это уже ходит в ту сумму, которая была запланирована и отдана. Не натыкаешься на те грабли, на которые ты можешь пройти. Тут, по идее, все, вот сколько я читал, в комментариях, в видео, все просто, согласен. Вот, даже спорить не буду, со всеми этими, кто пишет, вообще, со всеми согласен, что просто до безобразия. Но, когда знаешь язык, не знаешь, куда ехать. К кому обратиться? К кому обратиться? Как, чего, по чем? Давайте рассмотрим один пример из собственной жизни, я не хочу брать из чужой жизни, я из собственной возьму. Купил машину, купил машину в другом штате. Что, для начала, я как честный обыватель, что я бы поехал? Я бы поехал в ГАИ, то есть их DMV. Приехал, языка у меня взировал, мне бы начали говорить, я бы там понял практически все, даже на руках бы мне не объяснили, что мне куда надо. Все получается. Я бы приехал туда, ни хера не понял. Меня бы отправили куда? С большим удовольствием я бы весь интернет перелопатил. Нараскнули ситуацию. Что в России? Сверяется номер, это называется инструментальный контроль, сверяются номера, номера в машине, номера это, и потом едешь в DMV. Все это делается до безобразия просто. Приезжаешь, 10 долларов отдаешь, машины не выходишь, я вообще полицмен. Посмотрел, все, сверил, через 20-10 минут отдал, все, хорошо, ты уехал, пошел, еще приехал, 10 минут в очереди отстоял, 10 минут машину поставил на утек, набера получил, все хорошо, замечательно. Страховка? Страховка, ну как бы все это, этим 10-15 минут это все входит. Когда ты подходишь к этой, там мне у нас в России надо 3 часа ждать, 3 часа сейчас время лимитировано, установлено, в течение 3 часов должны машины в горе входит. Здесь ее там, ну 15, максимум 20 минут, ее уже выдают номера, страховку, все это, все выдают. Но, причина-то не в этом, в том, что, во-первых, надо знать, куда поехать, надо знать, куда для каждому конструментальному контролю подъехать, чтобы тебе за 10 минут все сделали. И если тут у тебя нет ни языка, ни какого-то представления, даже, что надо делать, что надо делать, что у тебя получается, у тебя получается полная жопа. То есть, ты едешь туда, ты потом едешь туда, тебе объясняют все по-английски, ты практически все понимаешь, только они вообще все понимают. Наоборот. Да, я понимаю, что ни хера не понимаешь, и получается, ты туда-сюда прокатал, бензин прокатал, время прокатал, в интернете просидел, я думаю, нашел. Это понятно, это все сделают. Вторая, когда вторую машину купишь, это все будет на раз-два, за 20 минут и машину переопормируют. Но, когда ты покупаешь первую машину, ты ни хера не знаешь, не знаешь, куда ехать, не знаешь. Это вот один обыкновенный простой пример. Пример, второй пример. Поехал в Удвер. Вот мы на данный момент, да, взяли макбук. Они самые дешевые, там от 600, там 500 долларов, 300 долларов есть, да. Мы взяли бушный макбук, Максим подсказал, за 185 долларов мы взяли макбук, подключились к интернету, сидим спокойненько сейчас уже в интернете. Фильмы смотрим, все хорошо, что-то где-то изучаем. Вот к чему я это все говорю? Это, я качаюсь на кресле. Звук такой. Про права распространяй. К чему я это говорю? К тому, что если ты к кому-то приезжаешь, да, у человека есть прайс. Прайс, по которому ты тихонечко начинаешь идти и уже, вот как, с вариантом Слориды, тебя начинают доить, 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 доить. Если вы думаете, кстати, если вы думаете, что здесь все честное хрен, но не дожили здесь. Тут также пытаются, по крайней мере, русские пытаются отжарить. Это нормальное явление, это как бы с этим должны вы смириться. Так же пытаются вас отжарить, как и все. В России это просто намного, намного в большей, в большей части всей нашей страны. Каждый друг друга пытается отжарить. А здесь все пытаются. И вы не думаете, что если приедете в Америку, у вас тут манна небесная. И глядь соли, и манна небесная. Намного проще какие-то вопросы решаются с помощью прав. Вот, например, мы на права пошли. Мы вообще пошли. У нас дань английского... Ноль. Вообще ноль. Ноль, полный ноль. Мы получили права. Получили права. Макс дал русские права. Я получил права. Сюрки. Получили. 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 Правила. Пришли. Какой-то пикчер-тест есть. Макс нам что-то не объяснил. Пикчер-тест. В общем, картинки мне показывают. Правильный ответ. Да. Тыкаешь в картинку. Неправильный не тыкаешь. Приехали. Решили. Дай-ка по-купу. Ну, просто попробовать на всякий случай. Ну, да. Что-то второй раз уже знать, что ожидать и так далее. То есть, в конце концов, мы надыхали ответы. Я проехал, прокатился. Мне дали права. Юльке дали временные права. Потому что она не поехала на машине. Да, у нее времени не было. Она не поехала. Вот. Вывождение не сдала. Да, вывождение не сдала. То есть, она мне... Ей дали... Ученические. Ученические. А мне... Ну, пусть тобой есть научиться. Нет. А мне дали нормальные права. Я сам не ожидал, что я как бы сдал. Вот. Но. Дело-то не в том. Когда сидеть... Вот я комментарии к видео читал. Все сидят. Обсуждают. Троллят. Я не знаю, как это называется. Все советы дают. Это плохо. Это неправильно. Это плохо. Это неправильно. То хорошо, то плохо. Легов. На самом деле... Не надо... Иногда ругаться хочется. По причине того, что... Сидеть перед компьютером... И ни хера не делать. Намного проще, чем... Чем обсуждать того, кто что-то делает. Намного проще. Согласен. Блин. Вообще даже не вопрос. Из-за этого я говорю... Вот кому видео надо, тот посмотрит, поймет. Кому видео не надо, тот обязательно какое-нибудь говно напишет. Это как бы нормальный... Это... Макс, можешь вырезать там... Да ладно, почему? Ты праздник, говоришь, что так и есть. Но... В принципе, мне не без занято. Я вот так же, когда сидел, посмотрел комментарии, что Макс всех обманывает. Да, я трону посидел, у меня виски там пару-тройку волочков-то щитык поприбавил, что... Так, как по идее, я не знал вообще. Ну да. Какой-то френс, говорит, сидит там среди Америки, требует предоплату, еще неизвестно, чем все дело закончится. Согласен. Нормальный, разумный человек, конечно, еще и сидел. Я согласен, посмотрел видео и сейчас специально Макса даже сам попросил, чтобы записать это видео для того, чтобы многие, кто задают вопросы, да, многие, кто задают вопросы, не вопрос, Макс может мой скайп разместить или там попросите мой скайп дадите. Я им объяснил, просто ситуация заключается в том, что, по крайней мере, Макс этим занимается, у него есть, даже вот то, что мы обрисовали там 8-9 пунктов, которые Макс должен сделать, я могу даже перечистить цель, у меня все, у меня все ходы записаны. Не, ну вообще... Мы галкири ведет, если по честному, галочки ставятся, галочки были поставлены по полсекунду. Есть, сделал, машина, есть, страховку на машине сделал, права сделал. Минимальная, это не страховка, сам минимальный, который можно было на этот момент сделать. Да, счет за квартиру, там, за электричество сделал, счет в Сбербанке сделал, симки Америки, он там, вплоть до того, что мы в Москве одну получили, адрес для грин-карты есть, интернет провел. Так, роутер, понятно, так, дорога в Чикаго, Макс в Трекер. Да, это вот самые минимальные пункты, которые мы с ним обговорили, что он нам поможет, он нам сделает. Но, чем мне понравилось, в том плане, что, по крайней мере, все, что мне нужно было, он сделал, и по любому вопросу, потому что язык минимальный, на самом деле, язык минимальный. По-любому просто обращаешься, звонишь, тебе объясняет, то есть, нет такого, что слышишь, давай, ты денег-то уже все отдал, все хорошо, да, все, давай, удачи, до свидания. В любом случае, можно позвонить, можно бесплатный абсолютный совет получить, как бы. Так, мне сейчас, что тут дочь звонить, ты такой стаканик лабай. Я такой один персонаж, который мог часточу мне позвонить, с важным вопросом, идти, думаю, часточу не звоните, пожалуйста, часточу я сплю. Так, ну, как бы, я бы чувствую, не пейте, так и нормально, или нет, ну, то есть, ситуация заключается, да, может быть, у нас где-то, согласен, занятой, где-то, многие, кто им, если уж быть, совсем адекватно, да, многие им недовольны, те, которые здесь, ну, давай, открыто, макс, ну, да, какой дорогой перешел, да, без приукраски. Да, есть такая категория граждан, который перешел дорогу, и просто, которые, поэтому, конечно, многие, кто, приезжая сюда, отдавая денег, видя, как это все легко делается, такое есть, есть у них предубеждение, что они могли бы это сделать все сами, согласен, могли бы сделать сами, если ты знаешь, дайте с тем, особенно, разговаривать не так, чтобы, да, руки уставали, но, не два, ни эти разговора, да, а вот именно, поговорить, куда обращаться, куда идти. Да, согласен. Макс торгует информацией, которую он получил, наступая на грабли, где-то кто-то говорит, где-то что-то слышит, где-то с каждым разом у него все лучше и лучше получается людей везти, показывать, рассказывать и т.д. Те же самые Goodwill, еще какой-то магазин, какие-то соусы и т.д. То есть такие вещи, да, которые мы... Можешь диванчик это снять, за 20 долларов купили диванчик, а это мое кресло, кстати. А это вот мое кресло, ты можешь даже мою ногу снять. Ногу заснял с креслом, да. Согласен. Ну да, на покупку мебели можно потратить ей 100 баксов, а можно потратить ей 10. Смотри, согласен, мебель, когда ты приезжаешь в Америку, у тебя в России, ты все продаешь, и ты приезжаешь, круглая, двумя чемоданами. Как-то надо обустроиться, да, надо обустроиться. Мебель, в принципе, глушная, ну да, глушная, согласен. Может кто-то нам напишет в комментарии, там, с клопами, еще что, ну, вранье. Нет, вот у них тут никаких клопов. Нет. Пока не съели. Смысл такой, что да, мебель двушная, да, согласен, но как-то обустраиваться надо. Если ты с собой миллион долларов принесешь, то, в принципе, согласен. Миллион долларов привез, купил себе, ну, новую мебель, новый дом, новую машину, все. Но пока, если ты приезжаешь с минимальной кучкой денег, у тебя что получается? Ну, а чем? На самом деле, с минимальной кучкой денег, что получается? Ты рад тому, чтобы у тебя, чтобы не спать на полу, чтобы, как это, на диван, чтобы кто-то пришел, кто-то сел, кто-то обустроился. Какой-то плюс-минус обустроился. Когда пойдешь на работу, будешь зарабатывать, конечно, эта мебель все поменяет. Купишь новый, купишь новую машину и т.д. и т.д. Но на данный момент, в принципе, меня устраивает и мебель, и технику, которую я здесь купил. Даже вушину и т.д. и т.д. Пусть меня троллят, пусть меня обзывают. Как угодно, мне, по идее, мне насрать на ваше мнение. По-честному. Ситуация заключается в том, что да, вы можете сами найти, Не вопрос. Если у вас есть английский, вы можете сами приехать, сами все сделать. Рынок тут большой, оказывают такие услуги, много кто оказывает. Вы можете это все дешевле найти. Не вопрос. Ищите. Кто вам не дает? Ищите. Вперед вам, интернет в руку и все. До свидос. Кто захочет приехать в Максово, я лично прошел этот путь со своей женой. Я лично прошел этот путь. И что мне получается? На данный момент, на данный момент, мне тут много говорят. Дорого, дорого, дорого. А что дорого? Вы хотите, чтобы вас с Чикаго встретили бесплатно? Или вы хотите, чтобы вас незнакомый человек сделал, все вам сделал, и квартиру нашел, и все нашел, из-за того, что вы такие красивые, что ли? Да в России такого не найдешь, в Америке тем более. Ну да. Ну вот как бы... Ну да, все просто по правде. Чего я хотел сказать? Потому что многих вопросы там появляются, что вот, там, да вот, тут можно все это сделать. Так вперед! Кто не дает? Никто не дает абсолютно. Блин, приезжай, доделай, кстати, не дает. Он взял, прилетел в аэропорту, постоял, как это... Ну и все, куда? Ну вперед! Вот и чешите, узнавайте сами все и так далее. Макс, какая-то информация, это как бы нормальные, нормальные вещи, нормальные... Кто нормальный понимает, тот поймет. Если дебил, тому не объяснить, в любом случае. Ну, да, так вот. Хорошо это, плохо это. Это все здесь делается легко. По-честному, не буду скрывать, легко. В этом штате легко, в других штатах... Вот легко, вот так вот. Ну, не скажи, я тебе могу сказать контраргумент. Ты просто не сталкивался с ситуацией в других штатах. Например, могу тебе сказать, что в школу, например, если ты приедешь в другом штате, и ребенку устраивать в патриотической визии, я покажу фигуру. Есть штаты, где даже можно серьезные проблемы отгрести. Если устроишь ребенка, который приехал в патриотической визии, даже ждешь смены статуса, могут быть проблемы. Здесь реально школу можно. Я надеюсь, вы не хочу по кругу. Это нет, это факт. По получению прав, здесь легко получить права, я сам понял. В другом штате очень сложно. Я пытался, например, проблему разрулить в Нешвилле, там очень сложно. В других штатах еще сложнее, где-то вообще нельзя. Есть определенные штаты, где права, ты хер получишь. Рынок большой. Рынок большой, да. Что хотите, то и делайте. Тут в этой стране можно что угодно делать. Но, давайте еще маленький такой нюанс. Когда в Омаху приезжаете, да, это такой не очень богатый штат, как бы. Объективно. Это не очень богатый штат. И из-за того, что не очень богатый, можно приехать в Калифорнию, да, и найти себе, ну, такую же квартиру, как у нас, где-то долларов за 800, за 900, не вопрос. Где, там еще 2200, если бы не найти. Ну, вот там тысячи, ну, я, я, чтобы меня там не обзывали, что вот я там цены загибаю. Нет, ты еще 200 реально, на самом деле. Чтобы мне не обзывали, что я там цены загибаю, там, 800, 900 долларов, да? 1200, 1200, около штуки. Получается, здесь мы за 525 долларов плюс КУ, то есть 600 долларов у нас выходит за квартиру. Полгода все равно будет все, как бы хотелось этого или не хотелось, полгода на жопе ровно все равно надо будет сидеть. Ну, вот по-честному, полгода, надо подучить английский подтянуть, надо, чтобы документы пришли, надо счет открыть, надо права, это, это, машину купить, выбрать, и так далее, и тому подобное. То есть все равно где-то на жопе ровно, где-то сидишь полгода, и как бы никуда не дергаешься, делаешь, решаешь все свои бумаги, бумажные дела. И вот за эти полгода или по тысяче будет идти, или по 500, там, по 600 будет идти. Есть разница? Если для кого нет разницы, так вперед, что в Калифорнию, удача? Удача. Да. Как бы, да? А если вот мне вот лично, я за 600 как бы, и все равно, мне какая разница, тут квартира получается однобетромная, это как по-русски, это как двухкомнатная квартира. И за 600 долларов, какая разница мне в двухкомнатной квартире в Омахе жить, или в двухкомнатной Калифорнии жить. Все равно полгода пока документы не сделаешь, все равно нужно сидеть, сидеть в квартире, как бы, и ходить глазей. Суд погладеть по магазинам, что можно купить, а что не купить, ты на работу не устроишься пока нет. Ни грин-карты, ни документов, ни легального статуса, ничего пока нет, ты все равно будешь просто ходить, ездить, и так далее. На работу, если можно устроиться, пока нелегально, там, какими-то, окольными путями, если хочешь, и историю здесь обосрать ее нет. Ну да, все так и есть. То есть, многие, кто говорят, я много читал, да, у меня с Максом даже расхождение есть во многих вопросах, особенно в политических. В политических, да, согласен, но при этом как-то... Сам русских, сам и русских не любит, а я русских люблю, и этого не скрываю, да, и Россию свою люблю, этого не скрываю. Но я живу там, где я считаю нужным. Россия – это моя родина. Россия – моя родина. Какой там президент, это, как бы, это, другой вопрос. Россия – моя родина, и я и Путина люблю, и Россию люблю ее. Но я же буду жить там, где мне лучше... Путина лучше быть на дистанции. Нет, где мне лучше... Вот, мы с ним в этих политических вопросах не сходимся, мы с ним и ругаемся, и спорим, и обсуждаем. Он против, я за, за Россию и так далее и тому подобное. Но то, что мы с ним обговаривали, все он сделал. Он довольно-таки коммуникабельный человек, в принципе. Он подход к людям находит сразу же, и, что самое интересное, он, по крайней мере, выполняет то, что должно, ну, о чем обсуждать. Потому что, я не знаю, у нас вот ситуация была, у меня вот список перечислен, ну, что мне надо было. У других ситуация другая, что им надо. У третьих ситуация третья, что им надо. То есть, на данный момент, то, что мне надо, ты, Макс, сделал, мне, в принципе, это устраивает. Я по-любому вопросу какое-то письмо непонятно для меня приходит. Я звонил, ты мне в помощь ни разу не отказал. Но это лично мое мнение. Могут быть, если вы его подзаебете, так он вам и откажет. Если сейчас лучше будете звонить, то могу им послать. Сейчас, ну, сейчас, это надо. Если это будет регулярно, сейчас помнишь. Вот, то есть, смотрите сами, смотрите сами. Я рассказал свою историю. Кто там, что, как, будет, вот, по-честному. Кто-то, вот, говорит, что это было хорошо, кто-то, говорит, что это было плохо. Давайте, дорогие читатели, скажу, насрать на ваше мнение. Я живу, как я хочу ему. Я говорю свою историю, я объясняю свою историю. Если вы хотите где-то дешевле, пожалуйста, хотите где-то дороже, пожалуйста. Интернет большой, делать еще хотите. Я просто рассказал то, что я считаю нужно рассказать. Какими, грубо говоря, каким путем я лично прошел со своей женой, да? Каким путем я лично прошел. И получается, какие сидимы я пытался, чуть не заработал из-за этих вот всех видео. И специально из-за этого я Максу и говорил, что давай запишем видео, чтобы люди не боялись, люди говорили, люди ехали. И, в принципе, как для начала, для начала Омаха, в принципе, неплохой штат. Он недорогой, недорогой. Дорогой город из штата Небранске. Белый консервативный штат Небранске. Белый консервативный штат Небранске, тут есть эти наши, как мы ее называем, нерусские братья. Ну, афроамериканцы, афроамериканцы, есть, есть. Но их не так много, как, к примеру, как в Чикаго. То есть, я прошел этот путь, я считаю, что, да, к Максу можно обращаться, к Максу можно обращаться, пожалуйста. Есть вопросы, есть ко мне, блин, Накс, только не размещай, я на телефон, чтобы... Не-не-не-не, где застали звонками. Персональный, персональный переписки, дашь мой номер, я могу все это... Да, ты можешь, комментария, кто же видит, это увидишь, может спокойно там и экспериментировать. Смотри, ты бы не убеден, там много. Нет, я все по чесноку выложу целиком. Там уже где-то, где-то, да, мы с ним и в политических глядах не сходимся, согласен. Ну, может, друг друга не набили. У каждого своего взгляда, согласись. Да. И ты в правилах, когда свою точку зрения, я ее уважаю. У людей разная точка зрения, и цивилизованное общество, люди прислушиваются друг к другу и уважают чужое мнение. Ну, хоть не по словам, то хорошо, а то мог бы, в принципе, что... Да почему послали? Тебя своя точка зрения, ты взрослый мужик, и что я тебе буду лечить в твоем возрасте, как тебе жить. Ты, с моей стороны, было, мало говоря, бестактно. Если я тебе буду объяснять, как твои взгляды менять. Ты сам... Согласен. Ну, на данный момент, на данный момент, все, что мы с тобой запланировали, то, что мы с тобой писали, то, что мы с тобой обговаривали еще тогда, когда был в Питере, в принципе, в принципе, ты все выполнил без укорезина. Еще у меня есть какие-то вопросы, ты в любом моменту мне отвечаешь. Да, согласен, может быть, не сразу приезжаешь. Да, у тебя сейчас сын родился, да, у тебя другие люди есть, которые приехали, но, по крайней мере, ты не отказываешь, и дополнительную плату, там, 50 долларов за консультацию не просишь им. Это уже, уже о многом говорит, потому что кто владеет информацией, тот владеет миром. Из-за этого какая-то постоянно вопросы, постоянно информация какая-то требуется, или сам больше это узнавать все, или те позвоночники, которые уже это прошел, которые награблены на свои, наступили, или подскажут, как лучше, еще и денег можно будет сэкономить. Почему нет? Почему нет? Я не считаю, что, например, 2-2,5-3 тысячи долларов отдать за это, это сложно. Согласен, когда приезжаешь сюда и начинаешь, раз это сделано, а второй раз это уже легко. Согласен, но на первый ты раз ты даже не знаешь, куда пойти, по-честному. Да. Ну, тупо даже не знаешь, куда сунуться, особенно, когда у тебя ничего, языка нет. Тебе говорят, подскажут, куда тебе надо сунуться, да все равно ничего не понимают. Так и есть. Так что, смотрите сами. Делайте свои выводы. Делайте свои выводы, я вам сказал, свою историю, так что мне скрывать нечего, я говорю, так как было. Где-то Максу какой разговор нравится, где-то ему не нравится. Я говорю, так как оно было, а там уже дальше судить вам, я говорю, всем удачи. Всем удачи. Ну, вот как-то так, я ничего резать не буду, специально выложил целиком, как есть. Всем хорошего дня, будет вопрос, пишите. Субтитры сделал DimaTorzok